Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это госпиталь как памятник солдату. В Самарском медицинском госпитале открылась выставка фотографий. Идут с опережением. Школу в микрорайоне Новая Самара планируют открыть уже 1 сентября в следующем году. Уже завтра в Самаре пройдет уникальная реконструкция великого исторического события – военного парада, который состоялся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Благодаря параду ни Япония, ни Турция не вступили в войну против СССР. Сегодня на площади Куйбышева прошла подготовка к завтрашнему событию. На месте работал наш корреспондент Анатолий Головко. В Самаре прошла генеральная репетиция парада памяти. Уже завтра по главной городской площади, площади Куйбышева, промаршируют военные, как и 78 лет назад, в холодном ноябре 1941 года. Тогда на параде находились иностранные дипломаты из 22 государств. Они воочию убедились в мощи советской армии. Парад продлился полтора часа в самом продолжительном из трех проходивших в стране. В нем участвовали 25 600 военнослужащих. Историки считают, что парад 1941 года в Куйбышеве произвел огромное впечатление на дипломатов. Предполагается, что подобная убедительная демонстрация мощи стала одним из факторов, вынудивших правительство Японии и Турции проводить более сдержанную политику в отношении СССР. Оказалось, что Советский Союз не сломлен и готов продолжать борьбу. Имеет резервы и современную технику, в том числе авиацию, по заявлениям немецкой пропаганды, полностью уничтоженную еще в начале войны. Участники завтрашнего парада, а это не только действующие военные, готовились к этому событию заблаговременно. Оттачивали свои действия, свободное от учебы и работы время. Готовились усиленно. По вечерам, но все же готовились, приходили все. Никто не пропускал. Старались, чтобы все было усиленно, нормально. Подготовка была хорошая. Каждую неделю проходили тренировки и здесь на площади, и у нас в подразделении. Поэтому мы старались подготовиться по максимуму и показать хорошую строевую подготовку. Традиция проводить парады памяти в Самаре зародилась в 2011 году. Главная тема нынешнего парада – солдатская слава. 7 ноября на площади Куйбышева задействуют 125 парадных расчетов. Они пройдут в сопровождении военного оркестра, который исполнит марши по партитурам 1941 года. Традиционно в Самарском параде памяти примут участие представители иностранных государств, в том числе и тех, чьи дипломатические миссии в годы войны были размещены в Куйбышеве. Парад памяти 7 ноября начнется в 12.00. Его главной изюминкой станет авиашоу. В небо над площадью Куйбышева поднимутся боевые машины времен Великой Отечественной войны. Прямую трансляцию парада памяти можно будет увидеть на нашем канале, а также на ГТРК «Самара» и «Губерния». Кроме того, онлайн-трансляция будет идти на Ютубе и в четырех виртуальных концертных залах в Отрадном, Похвестнево, Чапаевске и Жигулевске. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Готовит главную городскую площадь к параду МП «Спецремстройзеленхоз». Наведут красотой во дворах и проездах. Городские власти уделят особое внимание работе управляющих компаний. Первый вице-мэр Владимир Василенко дал поручение ГАТИ проверить, в каком состоянии находятся дворы. Насколько качественно убирают листья и грязь. Также уже на этой неделе начинается активная подготовка к новогодним праздникам. Стартует монтаж иллюминации. МП «Самара Горсвет» начнет тестировать работоспособность смонтированных гирлянд. В этом году предусмотрены и новые новогодние украшения. Новинки появятся в общественных местах, благоустроенных в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Например, на Крымской площади. Полностью подключить всю новогоднюю иллюминацию в Самаре планируется в начале декабря. Его называют одним из самых загадочных особняков Самары. В разные годы постройка середины 19 века была то усадьбой, то типографией, то музей. Именно здесь в годы эвакуации жила дочь генерального секретаря Иосифа Сталина. Дом Неронова закрыт для посещения более 10 лет, но нашей съемочной группе удалось проникнуть за закрытые двери. По этим длинным коридорам и комнатам с роскошной лепниной уже целое десятилетие не вступала нога человека. Это особняк Неронова на Пионерской. Он считается самым загадочным в городе. Нашей съемочной группе удалось попасть внутрь. На сегодняшний день о доме 1840 года постройки немного известно, но те знания, которые есть, с исторической точки зрения бесценны. В Куйбышеве нам дали особнячок на Пионерской. Здесь наспех сделали ремонт, пахло еще свежей краской, а в коридорах мышами. Так о доме вспоминает Светлана Аллилуева. Именно здесь она жила в годы эвакуации. Дочь вождя народов приехала в Куйбышев осенью 41-го и прожила здесь до лета следующего года. Время, проведенное в запасной столице, оказалось роковым для девушки. Именно здесь она узнала о настоящей причине смерти матери. Жена Сталина покончила с собой и о гибели любимого старшего брата Якова. Куйбышев подарил ей не только плохие воспоминания. В этом городе она встретила свою первую любовь, из-за которой навсегда испортила отношения с отцом, всю жизнь будучи его любимицей. Авторитарный Сталин в своих письмах обращается к ней святанка-хозяйка и потакает во всем. Мы видим эти комнаты, то, что мы можем посмотреть в эти окна, в которые смотрела его дочь. Мы знаем, что здесь много ей пришлось пережить. Она сюда возвращалась после того, как ездила трижды к нему в гости. И здесь родился его внук. Это, конечно, производит, по-моему, совершенно колоссальное впечатление. И как-то понимаешь и историю, и войну, и те годы по-другому. Сейчас особняк – памятник федерального значения. Это исключительный случай, когда фасад не менялся ни разу с момента его постройки. В разные годы у дома было различное назначение. Изначально он принадлежал титулярному советнику Неронову. Следующий владелец сделал издание печатню. В начале 20 века особняк переходит в собственность купца Шахабалова. И тот делает полную перестройку внутри. При нашей ревизии мы натолкнулись на огромную железную дверь в стене одной из комнат с государственным гербом. Открывается вот так вот тяжело эта дверь. И смотрите, до сих пор герб и совершенно рабочее замковое устройство. И при том, что у нас вот такой толщины стены, этот сейф, он охранял не просто комнату, а комнату, в которой действительно, видно, находились очень серьезные ценности. Это не единственная наша находка. Среди старой золы нам попались клочья черно-белых фотографий. Это вот зола. А вот, кстати, смотрите, это действительно фотография, на которой человек в военной форме находится. То есть это кусочек, пожелтевший кусочек нашей истории. Наша съемочная группа уверена, что дом еще полон загадок. После войны здесь находилась редакция газеты «За родину». Сейчас здание принадлежит Министерству обороны. Активисты ОНФ выступили с инициативой вдохнуть в дом новую жизнь и открыть здесь музей или центр дополнительного образования. Вопрос о судьбе таинственного особняка решается. Узнать больше интересных деталей о доме можно благодаря новому проекту «Самара ГИС» «Неизвестная страница истории Великой Отечественной» с Михаилом Перепелкиным. Следите за эфиром. Мария Левина, Николай Епифанов. События. 81-я школа «Самары» имеет яркую и интересную историю. В эвакуации здесь жили Дмитрий Шостакович и артисты Большого театра. А сегодня открылись стенды с уникальными фотографиями того периода. Слово Марии Левиной. Почти без денег и вещей удрученной пропажей чемоданчика с партитурой 7-й симфонии. Именно здесь, в стенах 81-й школы, поселился Дмитрий Шостакович. А по соседству в классах, разграниченных старыми простынями и одеялами, жили артисты Большого театра. В Куйбышев приехали 600 артистов Большого театра вместе с семьями. Здесь они давали премьеры и ездили по госпиталям. Пристанище они нашли в школе номер 81. Занятия здесь отменили. В каждом учебном классе жили по 4-5 семей. В такой суматохе сложно было найти что-то из вещей. И поэтому Шостакович думал, что навсегда попрощался со своими наработками по знаменитой 7-й симфонии. Но позже соседи приноровились. Обустроили быт. По вечерам собирались все вместе, делились едой, общались. Еще позже пропажа нашлась. Но для работы над музыкальным произведением Дмитрию Шостаковичу все же понадобилась отдельная комната, и он ее получил. Вместе с семьей они переехали в дом на улице Фрунзе. Школа 81 и ныне помнит эту богатую часть своей истории. В школе эту память очень бережно хранят, потому что мы доподлинно знаем, в каком классе, в какое окно смотрел композитор Шостакович, где репетировали Козловский, Лепешинская. В школьном дворе вы создали атмосферу военных лет. И здесь вновь прошла репетиция артистов Большого театра. Сегодня на репетиции предстали потрудиться. Где же нам нашли в руках? И даже премьера. Выступления артистов, как и полагается, вызвали интерес зрителей. Среди зрителей ученица 10 класса Лиза Батаева. Девушка закончила музыкальную школу и сейчас сама пишет музыку. Признается, когда узнала, что учится в здании, где когда-то жил и творил знаменитый композитор, вдохновение прибавилось, но вместе с ним и ответственность. Чувствуешь эту атмосферу, когда, например, тебя называют, в концерт выступают с собственным сочинением, ты выходишь и чувствуешь тепло. То есть у меня нет никакого страха. То есть я сажусь и ощущаю эту теплую атмосферу. Узнать больше про историю жизни артистов Большого театра в запасной столице можно в 81-й школе, посетив выставку до конца ноября. Мария Ильевна, Николай Сидоров. События. Подвиг врачей, которые в тылу и на фронте спасали жизни советских солдат и офицеров. В Самарском медицинском госпитале открылась выставка «Ивака-госпиталь как памятник солдату». Подробности в нашем сюжете. В Великую Отечественную войну в Куйбышевской области было открыто 54 Ивака-госпиталя. В них возвращали к жизни тысячи военных. В одном из таких госпиталей, расположенных в центре Самары на Молдогвардейской, лечили легендарного летчика Алексея Моресьева. Он в боях потерял ноги. О подвиге медика в тяжелые годы войны можно узнать больше на выставке «Ивака-госпиталь как памятник солдату». Это необходимо, это надо помнить, это надо знать. Ну а то, что открыли эту экспозицию, это замечательно, это подготовка к 75-летию, это юбилейная дата. Эта экспозиция призвана в том числе не потерять преемственность с молодым поколением, чтобы они помнили, они не забывали той самоотверженной службе, которую несли медицинские работники. Выставка, которая сегодня была открыта, нам очень важна в связи с тем, что большое количество выпускников этого университета работали и в Ивако-госпиталях, работали, уходили на фронты. Мы понимали, что именно благодаря их подвигу, медицинскому подвигу врачей было спасено такое количество жизней. Выставка приурочена к параду памяти. Ее организаторы говорят, тема подвига советских медиков – одна из важнейших в истории победы нашей страны. «Без прошлого не может существовать будущего. Мы должны помнить о том, сколько сил приложили наши предки, чтобы получить, завоевать эту победу». Мне запомнилось, что даже в те тяжелые годы, голодные годы, были хорошие, честные, добрые люди. Парад памяти пройдет в Самаре 7 ноября. Его темой в этом году организаторы выбрали «Солдатскую славу». Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. В Самаре открыли мемориальную доску на доме, где во время войны располагалась дипломатическая миссия «Царство Болгарии». На торжество приехал чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в России. День с почетным гостем провел Сергей Кизоркин. В этом доме во время Великой Отечественной войны располагалась дипломатическая миссия «Царство Болгария». Сегодня на нем устанавливают мемориальную доску. Это очень важно для наших народов. В этом году мы празднуем 140 лет установление дипломатических отношений. После освобожения Болгарии в результате Русско-Тарецкой войны в 1877-1878 года. И это нас особо связывает. Появление данного символа очень важно для подрастающего поколения, потому что народ должен знать свою историю. После открытия доски посол Болгарии отправился в Иверский женский монастырь. Монахиня Нафанаила, она исполняет обязанности настоятельницы, провела для гостей экскурсию. Показала, где хранится точная копия Самарского знамени, которое было сшито здесь и отправлено с ополченцами на русско-турецкую войну. Именно оно стало символом победы и независимости болгарского народа. И мы всегда рады, всегда, когда к нам приходят наши русские люди, мы проводим экскурсии, показываем, обязательно рассказываем о знамени, о войне русско-турецкой. И всегда, конечно, и в молитвах своих упоминаем, чтобы всегда у нас был мир, дружба между нашими народами. Ведь это идет из истории еще, что все мы какие-то родные братья, все славянские народы. Старозагора и Самара стали городами-побратимами еще в начале 90-х. С тех пор дружба между двумя народами только укрепляется. Так настоятельница Иверского монастыря рассказала, что очень много паломников из Болгарии приезжают специально посмотреть на Самарское знамя. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Успеть к первому сентября. Такую задачу поставили перед собой строители новой школы в Красноглинском районе Самары. Хотя по контракту срок сдачи объекта конец следующего года, подрядчики хотят, чтобы дети новый учебный год встретили в современном учреждении. Стройплощадку осмотрела глава Самары Елена Лапушкина. На каком этапе сейчас работы узнал Андрей Горгуленко. 1200 детей в одну смену сможет принять новая школа, что строится на Красноглинском шоссе. Сейчас учреждение растет не по дням, а по часам. На объекте работают почти 200 строителей и более 50 единиц техники. У здания полностью забетонирован фундамент, готовы подвальные помещения, идет кирпичная кладка стен. Местами уже смонтировано перекрытие первого этажа. Здание школы состоит из шести блоков. Это позволит удобно расположить классы и залы. Одно крыло отдано для младшей школы, другое для среднего звена, еще одно для старшеклассников. Также предусмотрены отдельные блоки для столовой, спортивного и концертного залов. Изначально по проекту школу должны были сдать в декабре 2020 года, но застройщики все работы ведут с опережением графика. Используемые специальные стройматериалы и растворы позволяют продолжать работы и в минусовую температуру. Все это, по расчетам строителей, делает возможным открытие школы уже в сентябре, к началу нового учебного года. Об этом они и рассказали главе Самары Елене Лапушкиной. Все сейчас уже отлажено и работает. Но вопросов много. И поэтому, поскольку здесь директор департамента, глава города, мы в рабочем моменте все эти вопросы сейчас обсуждали. Еще одной масштабной стройплощадкой, которую проинспектировала глава города, стал участок заводского шоссе между улиц 22-го портсъезда и Авроры. Елена Лапушкина поручила усилить контроль за работами со стороны департамента градостроительства. Сейчас на объекте продолжается прокладка сетей. Ливневка, электросети, водопровод. Рабочие уложили часть дорожного полотна. Из-за того, что здесь ездят большие грузы, проезжую часть делают особенно крепкой. Полностью вскрываем земполотно старое, демонтируем, вывозим на полигоны и устраивается полностью новое полотно, полностью новый конструктив дорожной одежды. Это песчаноподстилающий слой, щебеночное основание и три слоя асфальта. Срок сдачи участка заводского шоссе длиной 3 километра – ноябрь 2020 года. В следующем году остается завершить укладку дорожного покрытия, строительство тротуаров и полное благоустройство прилегающей территории. Кроме того, установить остановки для общественного транспорта, дорожные знаки, светофоры и нанести разметку. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Перед 75-летием победы в Великой Отечественной войне общественники ОНФ проводят во всех школах города уроки мужества, где рассказывают о героических подвигах наших предков. На встрече с кадетами присутствовала и Мария Левина. Послушать рассказ о судьбах реальных людей, которые пожертвовали своей жизнью ради мирного неба, пришли 17 кадетов. Для них провели урок мужества и рассказали о подвигах советских солдат. Патриотизма для кадет Самарского кадетского корпуса МВД России много не бывает. Мы всегда рады провезенным урокам мужества. Уроки мужества проходят во всех самарских школах, но для кадетов тема особенно близка. Каждый из этих мальчишек так или иначе хочет связать свою жизнь с защитой Родины. Кто-то мечтает о военной службе, а кто-то останется на гражданке. Мы четко видим, что когда речь идет о кадетах, то уже ребята со сформированным четким жизненным стержнем, который им показывает, что они уже сегодня встали на путь служения Отечеству. В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне ОНФ запускает проект для школьников региона. Они должны рассказать о героях, которые есть в каждой семье. Нужно написать о нем рассказ, стих, нарисовать рисунок или снять фильм. Все работы отправят в Москву, в главный штаб. Таким образом, общественники хотят показать, какой огромный вклад в Великую Победу внесли жители запасной столицы Куйбышева. Анатолий Головко, Мария Левина, Николай Епифанов. События. Десять номинаций, больше 500 заявок и только один победитель. В Самаре прошел конкурс «Студент года-2019». Призы за первые места в номинациях вручала глава города Елена Лапушкина. Ей помогали известные артисты и спортсмены. Обладателя гран-при поздравил губернатор Дмитрий Азаров. С главного студенческого форума вернулся Сергей Кизоркин. В МТЛ-арене «Аншлаг» более 2000 студентов со всей области представителей 78 институтов и колледжей приехали на главный праздник – «Студент года». Жюри выбирало лучших в 10 номинациях. Заявки на конкурс прислали более 500 человек. Это рекорд за последние три года проведения форума. Глава Самары Елена Лапушкина вручила две премии в номинации «Студенческий лидер» – Светлане Стихановой из Университета путей сообщения и Антону Уварову – представителю Самарского энергетического колледжа. Это люди талантливые и целеустремленные. Знаю, что многие из вас уже достигли определенных результатов, но это совершенно точно не повод останавливаться. У вас впереди огромная задача, и студенчество – это то время, когда вы закладываете фундамент своей дальнейшей жизни. Я хочу вам желать, чтобы этот фундамент был очень и очень прочным. Удачи вам всем! Спасибо большое! Конкурс «Студент года» проводится в восьмой раз, и каждый год он модернизируется. Меняются номинации, их количество, но цель остается прежней – найти и поощрить лучших студентов региона за достижения в учебе, науке, спорте, культуре, творчестве, общественной и волонтерской деятельности. Среди победителей в номинациях жюри выбирает «Студента года». По традиции, гран-при вручает губернатор. Но знаем точно, что это человек активный, человек креативный, человек ответственный, как и все вы. Я очень рад, что у Самарской области вот такое будущее. Будущее образованное, будущее энергичное, теме устремленное. То, что я знаю о вас, о ваших проектах, на мой взгляд, это действительно топ. Это гораздо выше и гораздо больше. Я очень рад, что в этом году самая популярная номинация – это «Волонтеры». Спасибо вам, друзья, за это. Антон Уваров, обладатель гран-при и «Студент года-2019», долго шел к этой победе. За его плечами многочисленные молодежные фестивали и форумы, участие в волонтерском движении. Несколько лет назад он даже и не мечтал стать номинантом этой престижной премии. Когда я сюда пришел, я был медиа-волонтером. Я фотографировал мероприятие. И никогда в жизни. Я когда увидел, я думаю, блин, ну хотя бы в номинацию надо выйти хоть раз. Было бы замечательно. И сегодня я получаю из рук губернатора Дмитрия Викторовича Азарова это гран-при. Это незабываемые эмоции. С 2015 года конкурс стал региональным этапом российской национальной премии «Студент года». Лауреаты-победители продолжают сражаться за награды уже на федеральном уровне. Три года назад самарские студенты привезли из Москвы одну победу и три лауреатства. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Волонтеры из 11 самарских колледжей приняли участие в семинаре «Семь шагов успеха». Эта акция всероссийская и организована добровольческим движением «Волонтер». В городе ее поддержали областной департамент молодежи и Самарский центр развития добровольчества. Цель семинара – помочь волонтерам развить креативность, умение работать в команде. Сейчас в Самаре работают десятки добровольцев. Сфера их деятельности – такие сложные проекты, как, например, помощь ученикам школ-интернатов, людям с ограниченными возможностями здоровья. Одним из итогов семинара станут благотворительные акции, которые проведут его участники. А лучшие в марте поедут в Казань на всероссийский чемпионат. Такие партнеры, как сегодня у нас в гостях, они передают интересные технологии. И это потом ребятам пригодится просто в жизни. Основа коммуникации, основы управленческих каких-то решений. И вот те технологии, процессы, которые мы сегодня будем передавать, они будут в первую очередь направлены на развитие именно этих навыков. Чтобы эти ребята в последующем устраивались в новую профессию, находили для себя какой-то новый виток жизни, а были к нему подготовлены. В октябре жители области порядком и разочаровал российский футбол. В центре внимания оказались новинки кино. Именно такие запросы, по данным Яндекса, были наиболее частыми в этой поисковой системе за последний месяц. На первом месте – премьера фильма «Джокер». Картину ждали, спорили, удастся ли Хоакену Фениксу сыграть главного героя лучше, чем Хиту Леджеру, чья интерпретация Джокера сейчас считается канонической. Судя по комментариям Самарца, фильм удался. Самый частый запрос за неделю – сиквел культового «Терминатора». Одна из интриг. В серию вернулись Арнольд Шварценеггер и Линда Хамильтон, которые снимались в первых ее частях. Несмотря на этот ход, много раз повторяемую историю так и не удалось оживить. Фильм пока не радует его создателей кассовыми сборами. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова